Послание Отцу Абсолюта 22 мая 2023 года Профилактический осмотр Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня я хочу рассказать вам о том, как вы можете наладить контакт со своим телом. Прежде всего, вам нужно научиться получать от него сигналы на физическом плане. И в данном случае речь идет не о болезненных ощущениях, которые проявляются в нем уже в виде сигнала СОС, а скорее о профилактике. Очень важно опередить развитие болезни и начать работать с тем участком или органом своего тела, который находится еще в самой начальной стадии заболевания. Для этого необходимо выработать привычку профилактического осмотра всего своего организма. Но этот осмотр, в отличие от медицинского, вы будете проводить энергетически, выявляя появившиеся в вашем теле отклонения на тонком плане, как минимум в вашем эфирном теле. И вот с чего вы можете начать. Призвав своих небесных помощников и войдя в довольно глубокое медитативное состояние, попросите свое тело обозначить те слабые места, которые требуют вашего внимания. И затем, расслабившись, постарайтесь слиться своим сознанием с вашим телом. Но очень важно при этом полностью отключить все свои мысли по поводу возможных симптомов. Дело в том, что очень часто ощущения людей при различных заболеваниях не соответствуют общепринятой симптоматике, на основе которой врачи ставят им диагноз. Причин может быть великое множество, но, как правило, официальный диагноз той или иной болезни вырабатывается врачами на основе статистики, наиболее часто встречающихся симптомах, возникающих при том или ином заболевании. В результате абсолютно всем людям с похожими симптомами делаются одни и те же предписания, лекарства, диеты. При этом совершенно не учитываются индивидуальные особенности человека. И только ваше собственное тело не может ошибиться, поскольку четко знает, что ему полезно, а что вредно. Но главное, что является истинной причиной вашего заболевания. Итак, расслабившись и отключив все свои мысли, постарайтесь уловить сигналы, которые посылают вам ваше тело. Скорее всего, первыми из них будут те, которые вас не удивят. Так, например, если у вас плохое зрение, либо периодически испытываете дискомфорт в какой-то части вашего тела, вы почувствуете пульсацию, либо какие-то другие физические проявления именно в этих местах. И это очень хорошо, поскольку первое ощутимое взаимодействие с вашим телом придаст вам уверенности в том, что контакт установлен, и тело отвечает на ваши вопросы. Вторым шагом является установление между вами условных знаков в виде ответов «да» или «нет». Это очень важно, поскольку не каждый способен быстро установить телепатический контакт со своим физическим телом, вернее, с его сознанием, и начать получать развернутые ответы. Такие знаки могут проявляться по-разному. Определенными движениями руки или пальцев, кивком или отрицательным покачиванием головы, вращением энергии в какой-то чакре, в ту или иную сторону. Словом у всех по-разному. Главное, закрепить этот условный знак путем многократного повторения, чтобы быть уверенным в том, чтобы вы действительно говорите со своим телом. И, конечно, не забывайте ставить защиту перед началом медитации и после нее. Старайтесь сохранять уровень своих вибраций во время таких разговоров, чтобы ни одна астральная сущность не могла вклиниться в ваше общение. Но такая медитация должна продолжаться недолго, особенно в начале, иначе вам будет трудно удерживать нейтрально ваше сознание, что очень важно. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.